Устал фармить часами одних тех же мобов? Хочешь что-то купить, но не хватает адены? Тогда сайт bandermoney.com создан специально для тебя. Различная игровая валюта по лучшим ценам, огромные скидки, а также тысячи отзывов. Покупай адену только в надежном и проверенном месте. Ссылка есть в описании. Всем привет дорогие друзья, это экстренное видео с последних событий на официальных русских серверах. Для тех кто не в курсе произошел достаточно серьезный конфликт с геймами этого сервера, а именно вмешательство геймов в игровой процесс. Для тех кто не понимает про что я говорю, немного ввожу вас в курс дела. 24 числа состоялось открытие русского официального сервера нового под названием HATOS, куда естественно пошли многие кланы, в том числе и клан Enemy. Enemy это тот клан, который занимается тем, что покажет других людей. И на самом деле здесь многие могут любить пкшников, не любить пкшников, но в любом случае это игровой момент, никакие правила тем, что ты убиваешь других игроков, ты не нарушаешь. И собственно это такая игра. Кажется то, что это жестко, но наверное стоит тогда попробовать поиграть в другую игру. Но на самом деле это не суть, потому что то, что происходило в игре с ними, это просто выходит за все рамки понимания. Но перед тем, как делать это видео, я решил немного разобраться в этой ситуации, в этой проблеме, и даже пригласил Кипа для небольшого интервью, для того, чтобы позадавать ему некоторые вопросы. Кип это одно из главных действующих лиц этого события. И тут я не хочу обсуждать правила, которые в принципе Кип уже разобрал в своем видео, ссылки будут, кстати, в описании. И даже, наверное, мы пропустим тот момент, что их посадили в тюрьму. Хоть и ненадолго, хоть и выпустили, но это опять-таки было странное действие, но на это еще можно закрыть глаза. Но все выходит за рамки допустимого после того момента, как ГМ начинает убивать этих пкшников. Но потом их из тюрьмы выпускают, и ГМ начинает на них охотиться. ГМ убивает пкшников, забирает с них шмот, и... Ну это уже немножко ненормально, когда ты вообще в игре видишь ГМа, такого не должно происходить. Это уже точно вмешательство в игровой процесс, его не должно быть. Не то, что он не должен атаковать, вы вообще не должны его видеть. Да, он должен в инвизе находиться, как минимум, и не общаться с игроками. То есть там есть еще один ролик от одного человека, там где он демонстрирует, как ГМ просто общается с игроками. Спрашивают, с какого ты города, там, или еще что-либо, ну как бы, ну кажется, это уже реально, как бы, палка перегинает. Ну это вообще очень странно, это прям дико странно. Я случайно, он был флазнутый и расслабился, блядь, и я закастовал. И почему-то я покраснил. А кто убил? Это меня, ты знаешь, убил. А, опа. Сейчас резну. Вставай. Меня ГМ убил. В смысле? Что? В прямом меня ГМ убил. Скрин, сделай. А, и меня ГМ убил. А и пока получает от цели ГМ Бема 53 тысячи урона. Скрин, скрин, блядь. И тут уже никак не прикрыться правилами, потому что если правило нарушено, то персонажи бы остались в тюрьме или их вообще забанили. А если они не нарушены, то почему мы видим в игре, внутри игры, ГМа, который находится не в инвизе, и который еще убивает игроков и подбирает дроп. Вот это такой самый интересный момент, это как вообще могло происходить в здравом уме. Я уже даже молчу про то, что ПК-шники теряли вещи, и по сути персонаж становился полностью неиграбельным, и им пришлось создавать новых персонажей. Меня больше интересовал именно момент атаки этого ГМа. Что, почему и зачем. Но если мы будем разбираться подробнее, плюс мы посмотрим ответы саппортов на пятишки, то они писали то, что ГМ их предупреждал, то что если они будут его бить, он их убьет. На этом моменте я подумал то, что, ну, наверное, это было, плюс Кип это подтвердил, отчасти. ГМ предупреждал нас, что если его тронут ПК, то он сольет его. Но факт в том, что предупреждение было только одно, и оно было очень в странной форме, грубовато даже в форме. Но если мы посмотрим по ролику, есть полный ролик этого действия, то ГМ не предупреждал, а просто написал то, что он их отлупит. Это очень странная формулировка для представителей администрации сервера, но да бог с ней. Но в любом случае это не предупреждение. И этот ответ он дал после того, как они ответили ему, что они будут убивать монстров, которых он будет суммонить. После ГМ задавал вопрос, так вы и мобов будете убивать? Наш заклан написал, это не запрещено. ГМа мы в тот момент не били. После ГМ пишет, я вас сейчас отлуплю. Во-первых, где указание, к кому именно ты обращаешься? Ты стоишь среди кучи других людей. Мало ли к кому это обращение? Ты пишешь в общий чат. Второе. В пятишке указано, что игровой мастер предупредил, что не нужно нападать на персонажа ГМ. Где он предупредил? Фраза, я вас сейчас отлуплю? Это... Это разве предупреждение? Это больше похоже на угрозу какую-то. Ведь он не указал ничего конкретного. При задании темы на форуме ее достаточно быстро закрыли с очень интересным и странным ответом. Спасибо, мы оценили мастерство монтажа. То ли это намек на то, что это все фейк и такого не было. То ли я не пойму, к чему это было вообще написано. Ну и опять-таки гениальный ответ, то что если бы ничего не нарушали, то воспитательной беседы и не было. Но почему они просто не могут ответить по существу и объяснить за что и почему ГМ себе такое позволяет? В ответе мы видим про воспитательные беседы. Здесь ничего не говорится про то, что ГМ их убивал. Хоть это и написано в кавычках, возможно это завуалировано и они как раз таки имели убийство. И то, что вот это убийство ПК-шников это и есть воспитательные беседы. Но что-то мне подсказывает, что это совершенно не так. Мы очень в большом шоке были. И один из наших сакванов создал сразу новую тему. Ну, типа, ну, дать серьезные нормальные ответы, а не вот это, что они дали. По итогу спустя минут 30, то есть люди все сбунтовались на форуме, то есть в этой теме начали как-то написать. А ГМы просто взяли, удалили эту тему и сакванов дали то ли пермач на форуме, то ли что за такое, короче. Ну, а, запретили ему возможность создавать и писать любые темы. Как в дальнейшем выяснилось, на этом ГМе был ГМ Анубис. Это достаточно старый ГМ Уиновый, который работает уже с очень давних времен. И такие поступки для человека, который давно на этом посту, они совершенно не свойственны. Вначале подумал, что на этом ГМе сидит новый сотрудник, которого взяли недавно. И, скорее всего, у него просто снесло крышу и он заигрался. Он решил поиграть в бога и думал, что ему все позволено. Но если это был и вправду Анубис, то эти действия я вообще не могу никак объяснить. Причем на Анубиса уже были достаточно давно жалобы. И самое интересное, что все жалобы, которые происходят на Анубиса, они передаются саппорту под ником ГМ Чифа. Совпадение может быть и так. И, насколько я понял, то что это был все-таки не новичок ГМ, а Анубис, судя по постам на форуме и скриншотам. И когда ты в ролике поставил то, что ты лишишься работы, я такой, ну, скорее всего, взяли какого-то зеленника. Он там заигрался, решил поиграть в бога и делает больше, чем ему положено. Но Анубис-то у нас, как бы, само в основании новое. Как думаешь, вообще, почему такая ситуация могла произойти? Хейтер. Даже понятия нет. Да, можно. Не, конечно, чисто хейтер. То, что мы его обидели, это вряд ли где-то. Но иногда слаживается такое впечатление, как будто реально ГМ бывший, обидчивый ПКшников. Вот где-то ПКшники. Ну, это, конечно, такое. Плохая теория, но... Ну, мне показалось в один момент, что, может быть, он решил тоже поиграть на этом серваке. Вы его убили, он загорел и зашел на ГМ. Я тебе скажу, что на этого ГМа не раз жаловались игроки. То есть, я вот когда сделал эти видео, и мне стали поступать всякие сообщения, то, что этот ГМ, как бы, много на него всяких жалов было, то, что он вмешивается в игру, то, что он делает, что хочет, и все ГМ его прикрывают постоянно, типа, в этом роде. И что никто ему ничего сделать не может. В любом случае, такое нельзя было оставлять без внимания. И но давно же перешла из ранга начинающей кампании, которая локализует World 2, переросла в серьезную, стабильную кампанию, которая просто не может допускать себе таких оплошностей. ГМ, так или иначе, это представитель ИНОВЫ, и он действует от лица ИНОВЫ. Тем более, такого сотрудника, который на нее работает уже достаточно большое количество времени. Ну, просто, я понимаю, он там бегал, спавнил мобов, да, на профу. Люди активно закрывали квесты, и как бы... Мы особо им не могли помешать, потому что мобов он наспавнивал прям очень много. Непонятно, зачем он это сделал, если люди и так проходили квест. Пускай не так быстро, но факт в том, что они это проходили. Плюс у них есть баф монетки от ПК. Их как бы это спокойно могло спасать от ПК. В любом случае, я попытаюсь разобраться в этом деле еще более серьезно. Постараюсь вытащить кого-нибудь из ИНОВЫ на разговор по этому поводу. Но таких ситуаций даже не происходило на фришердах. Я просто не могу себе представить ГМа, который будет себя вести так на фришке. Да, с этой фришки сразу же все уйдут. Что за нож? А, это кто-то покупал. Это надо было и Саших делать, пацаны. Вот, у меня вообще нет бижи и только штаны. Просто ГМ у меня персонажа заруинил только что. Если с сервера ИНОВЫ люди даже и не уйдут, то в любом случае это репутационный удар. А мне кажется, такой кампании за репутацией нужно следить вдвойне сильнее, чем в любой другой. Очень надеюсь, что эта вся ситуация уладится. Выяснится, что за человек сидел на этом персонаже. Возможно, будут какие-то публичные извинения. И давайте все-таки игру оставим игрой. Не нужно в нее вмешиваться извне. И хоть и ПК это не очень хорошо, и мне самому такая ситуация не очень нравится. Потому что это мешает играть нормальным игрокам. Но это игровые моменты, и это было задумано разработчикам изначально. Если не нравится такая система, просто уберите ПК из игры. Обязательно пишите свои сообщения в комментариях. Очень будет интересно почитать, что вы думаете по этому поводу. Ну а с вами как всегда был Вайт. Спасибо за просмотр. Пока-пока. И да, последняя фраза. Должен вас предупредить, что за обман администрации предусмотрены санкции. То есть, если я буду отстаивать свою правоту, меня еще и забанить могут. Или еще хер его знает, что со мной могут сделать. И что самое интересное, ГМ, который отвечал нам в саппорте, судя по комментариям этого человека, и является тем самым ГМом, из-за которого вся эта шумиха. Субтитры подогнал «Симон»